Изнурительная летняя подготовка принесла ожидаемые плоды. Четверо севастопольских спортсменов, вошедших в сборную страны, не подвели свою команду и заработали на объединенном чемпионате и первенстве мира в Тбилиси, Грузия, в общей сумме четыре медали. Красочные непредсказуемые схватки и, как итог, победа. Неординарные выступления наших ребят покорили сердца даже гордых горцев. Особенно горячо болели за нашу спортсменку Светлану Пасикову. 22-летняя студентка за свою карьеру успела дважды выиграть чемпионат России, стать мастером спорта и даже выиграть титул чемпиона мира. В этом году Светлана защитила титул, доказав, что на вершине пьедестала она не случайна. Мне по сетке выпала казашка и американка. С американкой я в прошлом году билась. Мне было очень приятно, когда я узнала, что она под меня готовилась на этот год. В прошлом году она себя вела совсем по-другому. В этом году пришлось мне нормально попотеть, чтобы выиграть ее. Закончила оба поединка я досрочно. Целенаправленно готовились соперники к встрече с еще одной севастопольской спортсменкой Людмилой Заднепровской. Мастер спорта международного класса, а также действующая сотрудница севастопольского спецподразделения «Беркут» стала серебряным призером чемпионата мира, уступив в финальной схватке сопернице из Украины буквально один балл. Впрочем, такому случайному поражению Людмила не огорчается. Все играет свою роль и положительное, и отрицательное. Конечно, да, нам приходилось тренироваться на Сапун-горе, в лесу, на свежем воздухе. Очень, конечно, не хватало, может быть, и даже не хватило нам спаррингов, не хватило зала. Будем работать, тренироваться. Да, всегда есть какие-то недоработки, какие-то волнения. Ну и моя служба меня обязывает больше тренироваться, работать. И, скажем, я спортом соединила свою жизнь, скорее, больше благодаря службе. Отсутствие должной тренировочной базы не дает возможности нашим спортсменам полноценно подготовиться к международным соревнованиям. К слову, вопросом строительства современного спортивного комплекса займется спортивное общество «Динамо». Туда входят севастопольские бойцы «Панкратион». Произошли значительные изменения в руководстве Всероссийского общества «Динамо». Акцент сделан на развитии региональных организаций, материально-технической базы. И планируется в ближайшее время рассмотреть концептуальные проекты спортивных сооружений. Потребность в данном сооружении настолько велика. Ни один коллектив «Динамо» не располагает ни одним даже школьным спортзалом для подготовки своих сотрудников и спортсменов. Многие победы севастопольцев скорее заслуга их бойцовского характера и усилий тренера Алексея Заднепровского. Так, например, Никита Язов завоевал золотую медаль на проходящем в Тбилиси первенстве мира среди юношей 16-17 лет. Стоит отметить дебютантку чемпионата мира – севастопольскую красавицу Дарью Крапивину. В весовой категории 53 килограмма она стала третьей. Добавим, что на мировых состязаниях в Тбилиси российская команда заняла первое командное место. Состав из 100 спортсменов сумел завоевать на мировых стартах 90 медалей. Иван Клепачев, Павел Красиков, Севанформбюро.